Это видео снято накануне в гололед. Так, с угрозой для жизни ученики 10-й школы стремятся к знанию. Мальчик поскользнулся прямо у проезжей части. По счастливой случайности обошлось без жертв или серьезных травм. Испачканная одежда и пара снегов в такой ситуации вроде бы уже и не в счет. Сегодня все запорошило снегом. Скользких участков не видно. Как и не видно тротуары у проезжей части и дорожной разметки. Ни пешеходного перехода, ни лежачих полицейских. Парковочных мест здесь и нет. Здесь вот сейчас снег, а так здесь грязь одна. То есть машины сюда не ставят, так как не могут заехать. Ставят вот как раз где проезжает газель. Вот здесь вот около мусора. Ставят здесь машины. То есть на аварийках много машин стоят. Начинают их объезжать другие машины. Дети естественно выходят. Кто-то на дорогу выходит, когда их провожают. Другие с другой стороны выходят туда вот в снег, в сугробы, в грязь с той стороны. Десятую школу открыли в 2018 году. Тогда на Солнечной улице обещали сделать четырехполосную дорогу с тротуаром и освещением. Проект так и остался на бумаге. За пять лет от недовольных родителей поступила куча обращений в различные инстанции. В ответ получали однотипные отписки. Денег нет, может появиться в следующем году. А пока Солнечную улицу действительно освещает только солнце. На участке от техникума и до школы на столбах фонарей нет. Вот здесь вот на тротуаре там два порожка. Два уровня получается. И вот там ломали руки. Точно знаю, моя мама лично года два назад сломала руку там. Тоже ребенка встречала из школы вечером после тренировок. Есть и другой путь. Справа от 10-й школы находится народная тропинка. Еще в 2018 году дети и родители натоптали ее, проходя через поле, камыши и овраги. Путь тернистый, но зато короткий. В 2020 году эту тропинку посыпали крошкой и пообещали заасфальтировать. С тех пор никаких действий не произошло. В том году установили два старых столба освещения. Ну, туда еще три надо бы. Вот. Обращались и в администрацию, и к оглобленной. Но никаких действий не происходит. И по сей день недовольные родители продолжают отправлять жалобы в различные инстанции. Ответы остаются прежними. Меняется лишь дата. Планируется реконструкция дороги в 2024 году. Планируется строительство тротуара от дома 19-1 до 10-й школы на улице Солнечная при доведении лимитов. Муниципальное учреждение «Горсвет» проверит линию наружного освещения. Сегодня у 10-й школы первый юбилей. Пять лет с ее открытия. И вместо поздравлений – жалобы от родителей, которые переживают за безопасность своих детей. Арина Мелешкина, Игорь Гангаев. Наши новости.